Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи Колесниковых. Да-да, у них завтрак, на столе картошка, арбуз, все предели, папка заставил всем помогать маме. Далее, друзья мои, сладкий стол, режут они торт панчо. Леша жалуется на сгущенку, говорит, такое гэ. Леш, я тебе постоянно говорю, что скупой, как известно, платит дважды. Только деньги переводите на всякое гэ, а потом давитесь и доесть все это дело не можете, да? Но, друзья мои, хочу отметить не то, что Леша ел, чавкал, прихлебывал и нахваливал торт панчо, рассказывая нам о том, что это очень супер-пупер дорогой торт. Леш, для нас, для людей работающих, в том числе для некоторых, кто-то на себя работает, кто-то на дядю, это самый обычный торт, который мы, в отличие от вас, покупаем не к дню рождения, а в любой день, так скажем, по желанию. Кстати, лично я не очень люблю вот эти вот торты панчо, да. Так вот, я хочу сказать, другой момент отметить. Между Лешей и Светой явно пробежала некая кошка. Света отсела от Леши, села на другом конце стола, сидит с недовольным, перекошенным лицом и почти не реагирует на Лешку, на его подколы по поводу того, что вот, мол, приходится покупать торты, поскольку мама совсем перестала печь торты. Знаете, лично я считаю, что каждый должен заниматься тем, что он умеет делать хорошо. Зачем Свете в очередной раз, простите, переводить продукты? Ее торты мы уже видели, да, ее способности в области кулинарии мы тоже видели. Лучше уж купить торт, по крайней мере, он будет, скорее всего, вкусный, да, но вкуснее Светиного точно. То ли Лешка Свету наказал, то ли лишил ее любви и ласки, то ли нашел себе новую зазнобу, новую любовь и отлучил Светочку от комиссарского тела. Как знать? Кстати, по поводу комиссарского тела. Лешка опять уселся за стол в присутствии детей, в присутствии Ютуба, да, с голым торстом. Леш, хватит, хватит уже своим голым торсом, да, просто светить. Ты все-таки до Шварценеггера, как говорится, тебе далеко, поэтому накинь футболочку. Ну, а далее, друзья мои, нарезали, достали арбуз, и Макс говорит, это первый арбуз в этом году. Макс, дай Бог, чтобы он не оказался первым и последним. Лешка уверяет, что арбуз куплен на деньги дедушки и бабушки. Говорит, мы купили на эти деньги, которые передали дедушка с бабушкой, детям арбуз. Нет, Леш, не ври. Твои слова тогда, когда они действительно передали эти деньги, когда вы были в фикс прайсе, ты сказал, что эти деньги, да, передали дедушка с бабушкой в сумме 500 рублей, но тогда, правильно, они передали детям, именно дети должны были решать, на что должны пойти эти деньги, да. То есть дети сами должны были принять решение, на что им эти деньги потратить. Но еще в фикс прайсе многие из них хотели потратить, купить что-то, то, что продается именно там. Но Леша уже с того момента, несколько дней назад, хотел постоянно очень-очень арбуза, о чем он твердил. Поэтому он, не глядя на детей, на их хотелки, на их желания, в наглую взял, забрал вот эти вот детские 500 рублей, которые дали им дедушка с бабушкой, да, и купил именно то, чего он хотел сам. Когда он предлагал детям купить арбуз, вот на тот момент в фикс прайсе, несколько дней назад, дети не горели желанием, они промолчали, его поддержала только Света, ну, кто бы сомневался. То есть дети не так сильно хотели арбузы, я уверена, они хотели себе купить либо какие-то игрушечки там в фикс прайсе, либо даже, допустим, набрать того же мороженого в фикс прайсе, оно там действительно дешевое. Но, вы знаете, могу предположить, кстати, что и вот этот вот торт Панчо, да, либо это, конечно же, просрочка, которой Леша постоянно не брезгует, либо это все куплено на полторы тысячи рублей. 500 рублей, как я уже сказала, передали дедушка с бабушкой, а тысячу, помните, выслала Максиму некая женщина на его день рождения. И папка взял, я уверена, и сам купил то, что считает нужным. Но, хотя, все-таки, я думаю, что, скорее всего, вот этот торт Панчо, это именно просрочка, потому что Лешка не любит тратить на все это дело деньги. В очередной раз нам показали Колесникова родители, что им действительно плевать на своих детей. Он просто взял, отжал у детей деньги и купил то, что сам, сам, друзья мои, хотел. Вот такие родители у этих детей. В любой нормальной семье родители, в первую очередь, подумают о своих детях и об их желаниях, но ни Леша и ни Света. Они будут воплощать в жизнь свои желания и свои хотелки. А о детях, как говорится, подумают в последнюю очередь. И у меня еще момент. Вот Лешка говорит о том, что мы молимся перед едой, да, каждый раз молимся Богу, но просто это вам все не показываем. А что, Леш, это нормально сидеть, молиться в одних коротких, при коротких шортах с голым пузом? Вот кому вы чешете Колесникова, кому вы рассказываете, да? Это просто вообще так нельзя себя вести. Так люди не молятся перед едой с голым животом. Ну, а далее, а далее Светочка показывает, как наварила борща, сидят, они едят уже торт птичье молоко. Слушайте, я валяюсь. То сидели, сжрали одну единственную муку жареную, да, помните, друзья мои, и нахваливали вот эти непонятные якобы в кавычках омлеты по-деревенски, да, то теперь сидят в день по нескольку разных тортов. Ну, понятное дело, что опять пришла халява. Они опять едят просрочку, поскольку мы с вами прекрасно понимаем. У Лешки дрожит в магазине рука купить молоко за 37 рублей. Он говорит, нет-нет-нет, поедем в другой магазин. Там в магните по 36. И тут он нам показывает, что они в день съедают по несколько разных тортов. Ну, кто, кто, кроме наивных, наивных защитников колесниковых, поверит в то, что это Леша тратит на это деньги? Конечно же, никто, друзья мои, никакие деньги на торт он в жизни никогда не потратит. Исключением может быть только день рождения детей. И то всегда берут они самые дешевые торты. Как Света, да, сказала, если я ем что-то, вот мне понравился момент, Светка говорит, я ем что-то сладкое, если я ем что-то сладкое, то всегда это запиваю дело чая. Мол, в сухомятку никогда не давлюсь. Да, Свет, мы видим, вот только почему-то твои дети всегда давятся в сухомятку, поскольку ты как мать, тебе как матери почему-то крайне сложно им налить чай. Или ты считаешь, что 4-летний ребенок или 7-летняя Виталинка, они должны сами себя обслуживать с горячим кипятком? Ну, видимо, да, понимаете, поэтому Светочка и говорит, себе-то я чайку налью. А вот то, что детки сидят, да, Дарина, Виталина и Настя и давятся, у них в чашек просто нет, и, ну, лень может быть налить или еще что-то, я не знаю по какой причине. Ну, а мама их обслужить не может. Вот если бы это был папа, то, конечно, мама бы ему тут же налила бы чайку или кофейку. Очередной влог, друзья мои, посылка, гуманитарная помощь для неработающих лентяев. Да-да, Лешка рассказывает нам очередные сказки, да, про белого бычка или про какого там бычка, я уже забыла, вылетела из головы. Так вот, рассказывает нам сказки о том, что пока его не было, скопилось дома огромное количество посылок. Ну-ну, как говорится, верим, верим каждому зверю, а тебе ежу покажу. И вот, мол, каждый день им буквально чуть ли не шлют посылки. И Света опять, смотрю, грустная, опять невеселая сидит, да-да-да, и сидит у клетки с шушей. Точно, точно между ней и Лешкой пробежала некая кошка. Много обуви было прислано на сей раз для Виталины, причем вся обувь была значительно больше на несколько размеров. Все как обычно. Дети по команде папы по очереди вытаскивают сюрпризы из коробки. Вы знаете, мне понравилось несколько моментов, которые я хочу озвучить. Когда Дарина крутила шариками, я все ждала, когда она ненароком зарядит мамке под глаз. Светка испугалась, но вместо того, чтобы реально отойти от Дарины или сделать Дарине замечание, сказать так, заканчивай, пока ты никому не треснула в лоб, да, пока ты не разбила клетку с шушей. Нет, Света просто вжалась в клетку с шушей. Ну и еще такой интересный момент, слушайте, я обратила внимание, как выглядела Анжела, как она сидела, то, что она была одета как-то совсем нелепо, а ей не подходит, да, в связи с ее телосложением. Футболка обтянула все свои складки на животе, но это ладно. Но на ней, простите, были такие короткие розовые, прирозовые шорты в обтяжку. Получается, когда она садилась, они, естественно, задирались, и все вот эти вот ляжки она вытащила на всеобщее обозрение в присутствии своего отца, в присутствии своих братьев. Рядом с Максимом она сидела. Вы знаете, вот лично мне, да, я не росла в верующей семье, но мне, как девушке из приличной семьи, было бы стыдно в таком виде выйти в присутствие брата, в присутствие отца, а ей почему-то нет. При всем при этом ее еще и снимали на ютуб, на огромную аудиторию, да. Так вот, Светка, вспомните, нам постоянно говорит, вот, мол, украшения, обручальные кольца нам вера не позволяет. А вот, видите, без трусов щеголять или ляжками просто светить, рядом сидя с братом, почему-то, да, и на ютубе им вера позволяет. Очень и очень у них интересная вера. Светка сидела, я смотрю, чуть ли не спала. Пока Леша не сказал заветное слово сосать. Ну, с чем было связано это слово? Шуши передали лакомство, и он просто сказал, говорит, да, вот сейчас Шуши повешу, она будет как-то, говорит, пристроить лакомство. Она, говорит, будет его сосать, там то ли соль была, то ли что-то непонятное, в общем, ну, не важно, да. Не важно, и Света проснулась. Света так стала смеяться, когда он сказал это слово сосать. Свет, вот у меня вопрос, ты нормальная вообще? Зачем делать на этом акцент в присутствии несовершеннолетних детей? Я вообще в шоке, если честно, друзья мои, от этих верующих. Один постоянно отпускает шуточки ниже пояса, ну, а другая думает непонятно о чем и оживает, да, при слове сосать. Слушайте, ну, вообще, вот дурдом. Максу, кстати, прислали специальное приспособление для отжимания. Лешка сделал акцент на том, что ему ничего не прислали, но, говорит, ничего страшного, главное, что досталось детям. Ага, так и поверили. Вы знаете, но вот я обратила внимание, зубные щетки были, кстати, без упаковок. Обувь была такого вида некоторая, да, что наводит на мысль о том, что эту посылку они собрали из того, что у них уже было дома. В общем, ну, это мое личное предположение, потому что они уже не раз так делали. Лешка молодец, дает понять зрителям, мол, смотрите, как нас любят, нам шлют постоянно посылки и подарки. Леш, а заработать на вещи, на обувь, на лакомства для своих собственных родных детей ты не пробовал? И покупать все это со своей зарплаты, допустим, с Ютуба. Видимо, нет. Видимо, ему не стыдно кормить просрочкой своих собственных детей и ждать помощи от посторонних людей, а вось кто-нибудь что-нибудь подаст. Но при этом этот человек рассказывает, как же это плохо работать на дяде. Ну да, ну да. В общем, друзья мои, вот такой у меня получился обзор на канал семьи Колесниковых. Естественно, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok